Красноярск, Минусинск, Ачинск. На полицовет Единой России съехались партийцы со всего края. Главная тема – предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Госдуму и ЗАГС Собрания. Фактически сегодня в работе кандидатов со своими избирателями, со своими группами поддержки, мы начинаем формировать предвыборную программу партии. Тот круг вопросов, который соберут кандидаты в ходе своей работы в качестве, собственно, претендентов на включение в партийный список, будет положен в основу практической части нашей предвыборной программы. Впервые предварительное голосование пройдет в онлайн-формате. Оно продлится с 24 по 30 мая. За чистотой процедуры проследят общественники. На полицовете также подвели итоги волонтерского центра партии. В пик пандемии активисты помогали жителям, делают это и сейчас. Носить продукты, покупать лекарства – это самое простое, что есть. Мы сотрудничаем с медицинскими учреждениями. Мы ведем наших людей 65+, инвалидов. У нас есть одинокие люди, которые сейчас уже без нас, говорят, мы вообще не знаем, как бы жили. Итоги пандемийного года подвела и общественная приемная партия. В основном за помощью, говорят, обращались пенсионеры. Очень много людей приходит в общественную приемную, которые хотят, чтобы их выслушали. Им, может быть, даже в какой-то части и помощь не так нужна. Но они хотят внимания. Поэтому у нас квалифицированные сотрудники, они этим занимаются. Предвыборная программа партии, говорят депутаты, еще формируется. Но она точно будет построена на реальной помощи людям. Катерина Любим, Евгения Шелковникова и Максим Галат. Енисей. Новости.